Библейский портал экзегет.ру представляет Одиннадцатая предпоследняя глава книги «Экклезиаста», и в десятые мы так вот местами даже удивлялись тому, насколько прозаична эта мудрость, такая бытовая хитрость, скорее, чем мудрость. А в десятые возвращается вновь нечто очень высокое и местами загадочное. Я читаю эту одиннадцатую главу для библейского портала «Экзегет» по переводу российского библейского общества. «Пусти свой хлеб по воде, через много дней его найдешь». Какой смысл, если взять обуханку хлеба и кинуть в реку, ты вообще ничего не найдешь, даже через полчаса, не то, что через много дней. А вот дальше пояснение. Раздавай, что имеешь, семерым или восемерым, не знаешь, какая беда на землю придет. То есть пусти свой хлеб по воде, отдай, отпусти, у тебя есть какое-то материальное, сериальный ресурс, не считай. Вот, ага, этому дам, тому не дам, а этот сам обойдется, пусть, а я вообще не обязан каждому помогать. Семерым или восьмерым. То есть, ну, в Библии вот есть эта форма речи, семь и восьмой и так далее, имеется в виду бесчета. Вот открытый список, да. И здесь, по сути, идет речь про то, что вот надо раздавать, и тогда к тебе вернется, ты не знаешь, как и откуда. Ну, а некоторые говорят, что пускай свой хлеб по воде, это про морскую торговлю. То есть, отправлять торговые корабли с хлебом. Мне кажется, слишком прозаично. Вот, контекст явно подсказывает другой вариант. Если тучи полны дождем, они прольют его на землю. Упадет дерево к югу или к северу, куда упадет, туда и лежит. Это что у нас с вами от МЧС сообщение, что скоро будет ураган и ливень. Кто следит за ветром, не сеет. Кто смотрит на тучи, не жнет. Причем здесь эти погодные изречения? А мне кажется, есть свой интересный смысл. Вот, смотрите, раздаваясь семерым или восьмерым, если тучи полны дождем, прольют ее на землю. То есть, если у тебя есть, отдавай, как туча проливает дождь. Дождь же ценность на Ближнем Востоке, там мало воды. А вот дерево, куда упадет, туда и лежит. О чем это? Ну, вот бывают ситуации, когда просто что-то произошло, и ты не можешь этого изменить. Про беду же только что говорилось. Но при этом, кто следит за ветром и смотрит на тучи, не сеет и не жнет. То есть, человек, который слишком оглядывается на погоду, он бездействует. Всегда есть неблагоприятные обстоятельства, всегда есть причина не работать, бездействовать. А ты действуй, ты будь как туча. Может быть, может быть. Я не совсем прав. Может быть, здесь есть какие-то другие объяснения. Но, тем не менее, смотрите, экклезиаст весь посвящен тому, что человек, в общем, мало распоряжается своей жизнью. Как говорит один мой друг, два главных события нашей жизни – это рождение и смерть. И оба не планируются нами. Не знаешь ты пути ветра, не знаешь, откуда кости в животе у беременной. Так не познаешь и дел Бога, который творит все. Нет, но сегодня мы уже знаем пути ветра, всякие гидрометеорологические станции есть. Можно посмотреть на нерожденного ребенка и понимаем, откуда они возникают. Но есть свои тайны природы. Так вот, Бог глубже всех этих тайн. «Утром выходи сеять, да и вечером не давай отдыха рукам. Ведь не знаешь ты, что окажется удачнее. То или это, либо то и другое хорошо». Но формальный призыв к пахарю, конечно, работать без устали, это понятно. Но, более того, утро и вечер можно понять, как юность и старость, или как-нибудь еще. Но, мне кажется, вот это ответ на те многие пассажи экклезиаста, которые мы уже читали. Ты ничего не знаешь. И ты не распоряжаешься очень многими вещами в этой жизни, как дерево, которое тут упало и так далее. Но ты просто работай. Вот будет плод, не будет, зависит далеко не только от себя. Но зависит от себя выйти и начать посев или нет. Если начнешь, конечно, никакого урожая не будет. «И вдруг сладостен свет, приятно глазам видит солнце». Хм, экклезиаста передумал? До сих пор было все плохо и бессмысленно. Сколько бы лет человек не прожил, пусть всегда веселится, но помнит о днях тьмы, и будет их много, и все они будут пустое. Пустые дни, вот это встречалось у него много раз. Вообще пустота, щита, дуновение ветра или выдох изо рта, который не ощутим, у которого нет какого-то воздействия на окружающий мир. Выдохнул и все. И смотрите, вот в этом всем жить-то хорошо, жить-то здорово. Вот экклезиаст нас к этому подводит. Он начинает с того, что грандиозные проекты, какие-то великие свершения – это все абсолютно ничто. А просто жить – это здорово. «Веселись, юноша, пока ты молод. В дни юности пусть радует себя твое сердце. Ступай, куда влечет себя сердце, куда глаза твои смотрят». Как это? Как это, экклезиаст? Как ты нас, пожалуйста, не путай, ты только что говорил, все бессмысленно. «Бессмысленно, но ты веселись», – отвечает экклезиаст. «Радуйся жизни, радуйся каждому прожитому дню. Ступай, куда влечет сердце. Я так жил», – говорит он. Я в конце понял, что пустое. А может быть, пустое в смысле результативности, глядя на коллекцию почетных грамот, орденов, каких-нибудь благодарностей. Он говорит, что это ничего не значит, но жизнь-то была. Так вот, ступай, куда влечет себя сердце, куда глаза твои смотрят. Но знай, за все это приведет Бог тебя на суд. То есть, это не вседозволенность. Это полнота жизни, сочетающаяся с ответственностью за свои решения в этой жизни. Слушайте, мне нравится этот подход. «Гони огорчение из сердца, удаляй страдания от плоти. Кто бы говорил, экклезиаст, молодость и чернота волос пустое. А чернота волос, ну, по-видимому, пока седины нет. Дело не в том, кто блондин, кто брюнет. Они, в общем, почти все были брюнетой жгучей. Но в смысле, ну вот пока еще не выпали волосы и не посидели. Да? Густая юношеская шевелюра. Так пустое или не пустое? Преимущества молодости пустые. Нет ничего хорошего в том, чтобы быть молодым. А в том, чтобы жить полноценно, с юности, есть. Помни о том, что за все за это дашь ответ перед Богом. Мне кажется, мы начали понимать, что он хотел нам сказать этой книгой. Но есть еще одна двенадцатая глава. Продолжение следует...